Меня зовут Антон. Я вам расскажу про Камчатку. Мы с Дашей три недели провели там, в этом сентябре. Скажу сразу, что мы не делали там ничего особо выдающегося, никаких уникальных путешествий, никаких рекордов скоростных восхождений и удивительного неповторимого морского каякинга. Это была для меня первая поездка и, в общем, лекция будет такая, скажу, обзорная, обзор региона. Если вы захотите углубиться в дебри, я вам подскажу, где посмотреть и у кого спросить. Ну что, начнем с того, что какие у кого ассоциации возникают при слове Камчатка. Погнали. Медведи. Медведи. Вулканы. Вулканы. Подсказка. Еще. Икра. Гейзеры. Икра. Гейзеры. Далеко. Далеко. Лично. Дорого. 8,20 лёту. Да, 8,20 лёту. Это и далеко, и дорого. В общем, я постараюсь об этом всем рассказать, о чем вы упомянули, как это на самом деле имеет отношение к действительности или нет. Начнем с того, что Камчатка это туристический бренд. Один из самых сильных туристических брендов нашей страны. Если вы спросите любого иностранного аутдорщика, что он знает о России, он назовет вам, скорее всего, 4 вещи. Санкт-Петербург, Байкал, Транссибирская магистраль и Камчатка. При этом пальцем никто не может показать, где находится Камчатка, но все знают, что есть такое место, которое вот как бы словно икрой, медведями и вулканами. И все туда хотят попасть. Вот, как ни странно, среди русских аутдорщиков Камчатка пользуется незаслуженно, на мой взгляд, меньшей популярностью. Ну, как бы, то есть все знают, что она где-то есть. Вот, но так, что вот прям хочу, не могу. Такого, в общем, до закрытия границ я не наблюдал. Вот, я хотел попасть на Камчатку очень давно. Вот, вообще так-то я речной каякер, я занимаюсь плавом по бурным речкам, хожу в треке, организую всякие разные туры. Большую часть времени раньше проводил в Гималаях, вот, последний год все больше в России. Вот, несколько лет назад один мой товарищ, тоже речной каякер очень хороший, съездил на Камчатку и привез оттуда абсолютно фантастические фотографии с медведями, сивучими, китами, просто горами красной икры и всего остального. Я понял, блин, я туда хочу. Я сразу понял, что это будет точно не про речной каякинг, не про пороги, не про водопады, но вот формат погулять пешком и поплавать на длинной морской лодке, в общем, он тогда уже много лет назад заранился мне в голову. Вот, но все упиралось в то, что либо не хватало времени, либо не хватало денег. Да, я тоже думаю, что Камчатка это очень дорого, но самое главное, что всегда было чем еще заняться. Съездить там куда-нибудь в Норвегию, съездить в Индию, съездить в Ладак, в Непал, на Алтай или еще куда-то до Камчатки руки не доходили. Ну и вот в этом году звезды сложились так, что как бы вариантов, куда ехать осталось не так уж и много, и я решил, что вот оно, надо пользоваться. Вообще там сложилось достаточно много всего. Во-первых, ну я, помимо всего прочего, летом веду курсы безопасности на бурной воде, и в конце мая у меня были ребята, один из которых, надеюсь, он, кстати, подойдет, Илья Клочков является гидом по морскому каякингу на Камчатке. И он мне так взахлеб рассказывал о том, как там чудесно и прекрасно, я подумал, как здорово, тем более, теперь у меня есть классный контакт. Потом вышел Финдудяк, который сделал очень многое для подвижения Камчатки как туристического региона. Это был такой второй звоночек. Ну а третий звоночек, это были дешевые билеты. Итак, я абсолютно уверен, что все вы знаете, где находится Камчатка, это вот там на востоке, вот эта вот штука, которая кажется маленькой, но на самом деле она огромная, и которая расположена в 6750 километрах от Москвы. Это далеко, очень. Когда кому-нибудь говоришь, вот я собираюсь на Камчатку, все говорят, да ну дорого, за эти деньги можно в Европу слетать, да я лучше в Турцию съезжу. Ну вот, это же, я вообще не понимаю, почему по России стоит летать дешевле, чем за рубеж. Но Турция находится вот здесь, а Камчатка находится вот там. Европа, это как бы, она вот здесь вот уже заканчивается, а как бы Камчатка, вот она все еще там. Лететь реально очень далеко, и цену определяет не какой-то, в общем, картельный сговор тех двух авиакомпаний, которые туда летают, не какое-то злонамеренное деяние нашего правительства, не всеобщий заговор против туризма на Камчатке, это определяется тупо расстоянием. 7500 километров, 8 часов лета, вот это вот все. Это как через океан слетать, я вот в Чили летал, и через Атлантический океан лететь примерно столько же, то есть вот что туда, что сюда. Вот, далеко, и поэтому дорого. Но, как бы коммерческая стоимость авиабилета на Камчатку составляет там тысяч примерно 60, это вообще немало. Но существует часть билетов, которая датируется государством, то есть, ну, понятно, что это такой край географии, но который при этом очень важный. Вот, это все-таки как бы восточный фронтир наш, вот, и там живет куча людей, и надо как-то, в общем, поддерживать движуху, поэтому государство датирует некоторые билеты. Туда летают две авиакомпании, Арафот и Россия, это есть напрямую из Москвы. Вот, есть там варианты через Хабаровск, через Владивосток, но мы их рассматривать не будем. Так вот, часть билетов стоит не 60 тысяч, она стоит, в этом году стоило 23. Это примерно, на мой взгляд, так, ориентировочно, примерно четверть всех билетов, которые есть, которые продаются на рейсы, вот, они стоят дешево. Мы свои билеты купили в начале июня, то есть, не сказать, чтобы мы их как-то специально мониторили, что мы там их заранее где-то выглядывали, высматривали, что мы их брали в последний момент или еще как-то, мы просто заглянули, немножко поиграли с датами и, в общем, купили свои билеты за 23 тысячи рублей. И вот уже полет на Камчатку не кажется таким уж дорогим. Ну, для сравнения, в Гималайи было слетать там в Индию стоило там 22 тысячи, а в Дели, а в Непал, ну, там, 35-45. Вот, поэтому, да, лететь дорого, но при помощи нехитрых манипуляций и отслеживания правильных билетов на Камчатку можно улететь за 22-23 тысячи туда-обратно, да? А за сколько дней летать вы купили билеты? Мы улетели туда последний день августа, купили в начале июня. Он начинает продавать за 9 месяцев билеты, поэтому можно по этой цене купить. А если вы пенсионер или вам нет 23-х лет, за 15 туда-обратно можете слетать. О, отлично. Осталось чуть-чуть подождать. Но я буду иметь в виду, что, в общем, когда я на пенсии, я буду летать на Камчатку значительно меньше. Я планировала так отложить, но в итоге полетела за 22. Вот, надо просто мониторить тему и поиграться с датами. То есть, ну, понятно, что у всех там отпуска и не то, чтобы большой выбор дат. Но вот нам там пришлось, типа, сместить на один день в одну сторону билет, на один день в другую. И все прекрасно срасывалось, и все было замечательно. Те, кто не успели, те прилетели за 60. Вот, кто совсем не успел, тот прилетел, в общем, через Хабаровск с приключениями. В общем, им было интересно. Вообще, Камчатка... Когда вообще ехать на Камчатку? Если вас интересует морской каякинг, трекинг, медведи, икра и вот это вот все влететь, надо июль, август и сентябрь. То есть, три месяца. Лето, оно как бы немножко смещено. Обычно, обычно, июль это такая нестабильная погода, август это наиболее такой свадкий месяц, а осень, то бишь сентябрь, это такая натуральная лотерея, переходящая в русскую рулетку. Вот, но, как показал лично наш опыт, мы, в общем, в лотерею выиграли, прям сорвали адский джекпот, и нам очень повезло. Ну вот, в среднем нужно иметь в виду, что вот, более стабильная погода в августе, в сентябре похуже, в июне, в июле похуже. Вот, если вы занимаете, если вас интересуют холиски, бэк-кантри, все, что связано со снегом, то это зима. Но про зиму я ничего не знаю. В общем, зимой мне туда еще предстоит съездить. Вот, сразу по поводу дорого. Основная часть трат при путешествии на Камчатку – это логистика. То есть, ну, билеты, понятно, с билетами разобрались. Проблема Камчатки в том, что там тупо нет дорог, да, их очень мало. Соответственно, любое попадание в любую точку при помощи какого бы то ни было транспорта, оно превращается в такой некий квест. Вот, благо, каждый Камчатал оборудован, как бы, стареньким крузаком, или можно найти какую-нибудь адскую вахтовку. В конце концов, там полно вертолетов, которые летают, как маршрутки, но это стоит прилично денег, очень прилично. Вот, как бы, туристический бум, возможности региона, инфраструктура региона растет не так быстро, как бы хотелось. В связи с этим цены очень приличные. Надо понимать, что там на еду, жилье, если вам нужно будет где-то остановиться, вы потратите гораздо меньше денег, чем на логистику, на транспорт. Но, в общем, есть пара вариантов, как сэкономить. Об этом я чуть попозже расскажу. Вот, все началось с морского хуякинга. Ну, вот это, собственно говоря, Камчатка. Да, сейчас, мне кажется, уже каждый стал экспертом в географии Камчатки, потому что каждый день из новостей мы слышим Овачинская бухта, Овачинский залив, Халактырский пляж, Долина Науча. Вот слово Халактырский пляж, мне кажется, сейчас все научились выговаривать. Вот, прилетите вы вот сюда, в Петрохвалос-Камчатский. По сути дела, это один из двух городов на всем полуострове. И, в общем, оттуда будет начинаться все самое интересное. С этой стороны Тихий океан, с этой стороны Охотское море, две гряды вулканов, разделенные долиной реки Камчатка, вот, куча национальных партиков, куча заповедников, куча мест, куда попасть нельзя или нужны специальные разрешения, куча абсолютной дичи. Просто там не ступала нога человека, только нога медведя там ступала. Вот, ну и начнем мы с морского каякинга. Значит, вообще так-то я сплавляюсь по речкам. Это там всякие пороги, каньоны, вот это вот все, водопадики. Давно хотелось попробовать, что такое поплавать на длинной красивой лодке по океану. И, в общем-то, захотел и поплавал. Вот это, кстати, характерский пляж тот самый. Меня все спрашивают. Вот это буквально то ли первое, то ли второе сентября. То есть все вот эти вот новости про то, что что-то там идет не так, они начались буквально там в течение нескольких дней после того, как был сделан этот снимок. Вот. Я ничего там не заметил, но мы об этом еще поговорим. В общем, морской каякинг по сравнению с речным, это такое созерцательное и очень медитативное занятие, которое включает в себя очень много гладкой гребли по гладкой воде, требует некоторой физической подготовки и немножко баланса, но при этом не требует огромного количества специальных навыков. То есть как бы на речном, чтобы сплавляться на речном каяке безопасно и красиво, нужно потратить огромное количество времени, долго учиться. Чтобы сесть в морской каяк и куда-то поплыть, нужно провести там, ну не знаю, нужно послушать короткий инструктаж, там чуть-чуть разобраться, как махать веслом, это все занимает там сесть, поплыть, и это все может занять там буквально полчасика. Морской каякинг это такая история, которая easy to learn, hard to master. То есть как бы начать просто, но по достижению определенного уровня уже нужно иметь гору специальных навыков, которые связаны непосредственно не сколько с управлением лодкой, потому что интуитивно понятно, сколько с морем. Но об этом я чуть попозже расскажу. Морской каякинг это, в общем-то, идея заключается в том, что ты плывешь вдоль берега, потому что все самое интересное на самом деле происходит не в океане, все самое интересное происходит на берегу. Красивейший ландшафт. Хамчатка это, очевидно, вулканический рельеф, соответственно, там всякие эти вулканические истории, вулканические темы. Поскольку эта штука очень тихая, то есть она не создает никаких шумов, помимо звука опускания весла в воду, это отличнейшая возможность наблюдать животных. Я, собственно, одна из причин, наверное, одна из основных, почему я туда поехал, это наблюдение с животными. Это достаточно неплохое занятие, если вы хотите привести себя в физическую форму, потому что без лишнего напряга, с маленьким пульсом, выполняя одни и те же относительно сложные движения, вы потихонечку приходите в форму. Ну и, конечно же, это океан. Да, океан, это прям здорово и интересно. Ну и, конечно же, это способ посмотреть места, куда вы никак не попадете, кроме как на лодке. То есть там вот бухта, она отрезана со всех сторон 30-метровыми стенками отвесными, и вот туда можно либо на катере прибудить, либо на морском кайке, или какой-нибудь грот небольшой, куда уж никакой катер точно не заедет, зато туда можно заплыть на кайке и вот насладиться этой пещеркой. Немножечко фотографий. Вот, ну надо понимать, что океан, ну море, океан это стихия. И стихия самая настоящая. Я, в общем, относился к этому сперва так, ну фиг ли, очень много гладкой воды, плыви, плыви. Но вот в первый же день, как только я прилетел, несмотря на чудовищный джетлаг, мои друзья взяли меня в охапку, отвезли на Халактырский пляж заниматься серфингом. Вообще, в нашей северной стране оказалось, что серфинг это такая относительно популярная штука, потому что, в общем, есть споты. Вот Халактырский пляж это один из таких, как бы, чуть ли не главных спотов нашей страны. Это 40 километров пляжа из вулканического песка с отличными волнами. Волны там есть круглый год, это одно из тех немногих мест, где люди катаются на серфе чуть ли не круглогодично. Ну и оказалось, что на карьке тоже можно серфить, для этого уже нужны кое-какие навыки, нужно понимать, как все это работает. И я понял, что океан это сила, с которой нужно считаться, когда меня там пару раз перевернуло в прибойной волне и срывало каску. Вот, там, прыгая с 20-метрового водопада, при прыжках с 20-метровых водопадов у меня ни разу в жизни не срывало каску. А тут как бы за нее так хорошенечко потянул и пынк, и срывал его. Я такой, ну, наверное, застегнул плохо. Второй раз то же самое. И, в общем, ну, как бы я сразу понял, что, как бы, шутки и шутками, все это выглядит очень беленько, пушистенько, комфортно, легко и непринужденно. Но на самом деле, в общем, стоит чуть-чуть расслабиться, эта огромная сила, она переработает человека без проблем. Холодная? Да. Я бы не сказал, что прям холодная-холодная. Опять же, с чем сравнивать, да? То есть, я привык справляться по горным речкам, вот, там, где все это начинает течь с ледника, да, и температуру имеет, там, плюс 3, плюс 4, плюс 5 градусов, иногда чуть потеплее. В сравнении с этим вода потеплее. Вот, в сравнении с Черным морем, озером, и там, где можно купаться, ну, так себе. В общем, без драй-сьюта я залез в воду за все это путешествие в океан один раз. Там, по-моему, выше плюс 15 не поднимается, насколько. Вот, это было очень солнечно, мы хорошенечко погребли, были такие разгоряченные, для того, чтобы поставить галочку, что мы купались в Тихом океане, мы залезли. Вот, но все это решается снаряжением. А у вас ветер был? Был, расскажу. Расскажу. Вот. Все, в общем, все неприятности, такие, связанные с холодной водой и холодной погодой, они решаются снаряжением. То есть, об этом я тоже скажу чуть попозже, но я, в общем, не постеснялся, взял с собой сухой костюм, самое теплое термобелье, вон там, изотермик с начесом, варежечки навезло, подшлемничек и все такое. Вот, но надо сказать, что нам с погодой очень сильно повезло, мы вытянули счастливый билет в лотерею, и, в общем, кроме драй-сьюта мне особо толком ничего не потребовалось. Вот, что касается животных, за время путешествия нам прям тоже здорово повезло. Мы видели китов, горбачей. Вот, фотографий, к сожалению, нет, потому что мы видели их так относительно вдалеке, то есть, ты видишь плавники, которые время от времени выныривают, и видишь фонтаны. Вот, киты плывут по своим делам, абсолютно плевать на катера, корабли, каякеров, они занимаются своими делами, выглядит очень величественно. Мы везли двух косаток. Не страшно? Они далеко. Мы везли двух косаток, очень хотелось поближе, на самом деле. Мы везли двух косаток, детеныша и маму. Вот, я удивился, на самом деле, с какой огромной скоростью эти существа могут перемещаться. То есть, ты вот видишь приличного размера такой плавник, торчащий из воды, который просто вот там со скоростью хорошей машины просто так уходит по своим делам. Потом она скрывается, потом всплывает в совершенно другом месте. Но это выглядит прям очень впечатляюще. Огромное количество всякой морской живности. Нерпы. Нерпы классные. То есть, нерпы, они вообще везде, повсюду лают. Ты постоянно видишь их головы. Они очень любопытные, они близко к себе не подпускают. Но вот там 20 метров до нее она ныряет, где-то 20 метров за кормой всплывает и смотрит на тебя с большими глазами, умными. Вот, очень классные такие живные животные. Вот, они невероятно грациозны в воде. Но они невероятно нелепы на берегу. Это прям... То есть, вот как бы подкрасться к какой-нибудь отмеле, где лежат нерпы, и потом смотреть, как они дурацко такие тут и сползают, как гусеницы такие жирные, короткие. Это прям очень здорово. Сивучи. Вот, зимой сивучи. Прямо в Петропавловске-Камчатском, потому что они приплывают... Их там прикормили рядом с рыбзаводом. Сивучи — это здоровенные морские львы. Вот, это такая штуковина, которая весит, не знаю, там, килограмм пятьсот-семьсот. Вот, которая, в принципе, при желании съест тебя нефиг делать. Вот, но, как бы, они тоже к людям особо близко не лезут, скорее люди к ним лезут. Вот, кого мы еще видели? Каланов — это выдры, у меня там где-то фотографии есть. Огромное количество всяких морских птиц, которых можно вот так вот рукой потрогать. Тупики. Вот, жизнь кипит. И, естественно, там, в прибои постоянно выносит всяких морских гадов загадочных. Я, например, очень долго залипал на морскую звезду. Если ее перевернуть, можно обнаружить у нее там миллион ножек, которые шевелятся. И прям, ну вот, можно прям смотреть вместо ковра. Вот, и все это видно не в зоопарке, все это видно в живой природе. То есть, ну, никакой зоопарк, он не передаст вот этих вот ощущений, когда ты можешь подплыть к Калану на расстоянии, там, трех метров, и разглядеть его в мельчайших подробностях. Вот, когда ты можешь, там, оказаться внутри стаи нерп и увидеть косаток своими глазами. Вот, я вообще, ну, считаю, что зоопарки бывают хорошие и плохие, да, но вот, например, дельфинариев хороших, мне кажется, не бывает. И, там, вместо содержания косаток для развлечений хороших тоже не бывает. Слишком большое животное. Вот, и единственный способ, по сути дела, посмотреть их, это вот морской каякинг или, там, какие-то моторизованные штуки. Но морской каякинг, он такой, более, шансов, скажем так, больше, потому что не шумит, не пугает. Вот, мы вообще так-то плавали в сторону юга от Петропавловска-Камчатского, то есть мы начали прямо с пляжев в городе, с Петропавловска-Камчатска, мы поплыли на юг. Вот, всего наш маршрут в один конец составлял где-то километров, это, 130. Мы проплывали, там, от 8 до 30 километров, с небольшим километров в день, ночевали в бухтах. Вот, ночевка, все ночевки, они там, либо на галичном, либо на такой песчанно-вулканических, на песчанно-вулканических пляжах. Очень красиво, классные виды. Вот, нам повезло, в Петропавловск-Камчатске заходил парусник седов. Вот, очень эпично, выглядит прям супер. Вот, некрасивая железная штуковина, рядом одна, они его, там, перезаправляют, провиант, вода и все остальное. Но так выглядит прям супер. Вот, если эту штуку убрать и перекрасить дожку в какой-нибудь менее яркий цвет, можно подумать, что это снято там 100 лет назад. Вот, это одна из ночевок. То есть, бухты, надо понимать, что многие бухты, они вот отрезаны просто от стального мира, такой здоровенной галичной стеной. Это бухта тихая, это еще, на самом деле, внутри большой аварийной бухты, это наша первая ночевка. И там у тебя есть пляжик, ну, там, не знаю, шириной, ну, метров 10, наверное. И вот там ты как-то ставишь палаточки, вытаскиваешь лодки повыше, потому что перебой бывает. Вот, и вот как-то ночуешь. С дровами проблем особо и больших проблем нет, потому что то, что выносит океан, плавник. Если мне не изменяет память, то во время каяк-тура мы, по-моему, ничего даже на горелках не готовили, потому что все время есть, что жечь. Корякский вулкан и на заднем фоне Петропавловск-Камчатский, тоже все в бухте, в Абачинской бухте. Вот, то, чем мы занимались, это так называемый экспедиционный морской каяк. Когда ты везешь все барахло с собой, все это длится несколько дней, но так вообще в Петропавловске-Камчатском можно снять морской каяк, арендовать морской каяк и просто поплавать там с гидом по бухте. Это тоже достаточно интересные виды, вот прям просто космос. Вот всякие тоже вулканические штуки, наша команда, не вся. Вот эта вот фотография сделана на мысе Зеленой, вот там наши маленькие лодочки. Мыс такой очень узкий, выдающийся в океан. На этом мысе летом тусуется научный проект, который изучает косаток. К сожалению, когда мы туда приплыли, там уже никого не было. Ну, просто было видно, где палатки стояли, где у них там была кухня, где что. Но местные говорят, что это такое прям место мировой значимости для изучения косаток. Туда приезжают ученые со всего мира, изучают этих морских животных. Например, они установили, что у косаток у них есть несколько диалектов. То есть, грубо говоря, косатки, которые тусуются рядом с аляской, говорят на другом языке. Каждый человек, каждая семья говорит на своем языке. Невозможно подсунуть, я подбел, невозможно подсунуть дитя в чужую семью. То есть, это невероятно интересно, и там абсолютно космический вид. То есть, на этом мысе открывается вид на океан в три стороны. Этот мыс, он шириной, во-первых, вот такой, во-вторых, он шириной метров 30, наверное, всего ничего. И жить там, наверное, с одной стороны сурово, потому что это всем ветрам открыто, все продувается. Но, с другой стороны, это абсолютно космический, фантастический вид. И возможность наблюдать таких эпичных животных, это прям что-то особенное. Вот, это, кстати, оттуда жили. Антон, а такой вопрос, снаряжение и кепровку, как вы доставляли? Сейчас все расскажу чуть попозже. Кепроводки ваши, ваши. Да, да, конечно. Вот, обратно в Петропавловск-Камчатский, когда мы доплыли до Бухты Русской, и там сплавали еще в радиалку за мыс Кекурной посмотреть силы, и обратно мы были на катере, ну, просто потому что обратно делать тот же путь. У нас, в общем, ни времени, ни особо желания не было. Но, в принципе, если желание есть, можно туда обратно. Вот, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году какие-то два безумных немца обогнули Камчатку на морских ковиках. Но это такое было уже настоящее приключение. Проблема, опять же, морского каякинга на Камчатке заключается, в том числе, в бедной инфраструктуре. То есть, на самом деле, вариантов, куда плыть, не так уж и много. То есть, из Петропавловска-Камчатского, вот отсюда, можно, на самом деле, плыть только на юг. Потому что здесь вот тот самый Хватырский пляж, это 30 километров такой достаточно скучного пейзажа. Потом вот здесь военная зона, потом вот здесь вот невпупенный мыс, который сложен для того, чтобы его обогнуть. То есть, это такая сложная морская штука. И туда вообще никто не плавает, все плавают сюда. А больше, по сути дела, некуда. То есть, по идее, каяки можно как-то доставить вот сюда, вот в Усть-Камчатск, и здесь что-то придумать. Но никто еще этого не делал. Можно в Эсса куда-нибудь их отвезти, и туда куда-нибудь плавать. Но, опять же, этого никто не делал из-за того, что это сложные логистические квесты. Все плавают на юг. Ну, потому что там бухта Русская, и Сивычиный, и Кокурном, и... Да, ну, как бы это очень логичный маршрут, потому что безумно красивый. Там бухты так логично расставлены, вот, не считая одного длинного перехода. Вот, то есть, ну, как бы, логично плавать на юг. Но мест, на самом деле, где куда плавать, миллион, но проблема в том, что проблема в логистике. Ну, конечно, конечно, икра. Вот, чем заниматься на стоянках вечером? Рыбалкой. То есть, почти все бухты, ну, туда впадают реки. Вот, и, как бы, при должном навыке и удаче, и, там, наличии двух-трех часов времени, вот, можно устроить рыбный геноцид. Вот, то есть, наши товарищи, там, за три часа навалили 25 килограмм красной рыбы, и мы ее ели, там, не знаю, сколько. Чем ловили? Я сразу скажу, что я не рыбак. У меня отец маньяк рыбной ловли, поэтому в детстве у меня была нанесена психологическая травма, несовместимая с дальнейшей рыбалкой. Вот, поэтому я об этом ничего не знаю, и руками это все не трогаю. Вот, рыбу ем иногда, вот, например, в этом случае. Нет, ну, хотя бы удочками, с сетями, с сетями. Нет, никаких сетей. Руками. Вот, это от спиннинга. То есть, ведра неогребляем. Вот, вот типичный вид, то есть, вот эта бухта фальшивая, по-моему, мы ночевали где-то вот здесь, вот, вот это заканчивается бухтой, вот речка впадает такой широченной дельтой, то есть, там, куда хочешь, туда и плыви. Вот, везде рыбалка. Вот, как бы, там, где острова между протоками, это все заросло такой травой, которая выше человеческого роста, и в которой скрываются медведи. Вот, про это я отдельно потом расскажу. Но, в общем, большого желания ходить просто так вот по этой траве не возникает. Мы попробовали забраться на окрестную горку, чтобы сделать, там, пару классных фотографий, и наткнулись там на заросли ольховника. Вот, ольха растет не так, как у нас в виде дерева, а в виде такой массы, короче, через которую проложены медвежьи ходы. То есть, это, как бы, натуральные джунгли. Вот, и это не про ходьбу, это про лазанье. И скорость перемещения по такому вот интересному рельефу составляет, там, типа, метров 700 за час. Вот, и это реально лазанье. И ты еще регулярно при этом находишь какие-нибудь медвежьи лежки. И, как бы, большого оптимизма это все не добавляет, то, что видимость, ну, примерно никакая. И, как бы, если медведь тебя услышит, хорошо. А если не услышит, то можешь с ним немежданно встретиться. Вот, но, тем не менее, вот, вечером есть чем заняться на стоянках. В основном, это, конечно, рыбалка и поедание рыбы. Вот, это каванчик. Вот, это был старый смелый каван, который, как бы, плевал на то, что я подпыл к нему совсем близко. Вот, короче, смотрел на меня и был весьма заинтересован моей персоной. Вот эта штука, это Иван Квачков, надеюсь, он, кстати, появится. Нет, не появится. Ну, ладно. Вот эта штука, я говорил, что морской каякинг, это такое созерцательное, созерцательное методитативное мероприятие. Но если у вас есть определенные навыки, если вы знаете, как водить своим каяком, умеете в крена и в греблю, и умеете считать тайминги, то есть такое развлечение, как бы сайт-квест, такое, которое называется рок-гарден. Рок-гарденинг, то бишь, существуют рифы, на них набегает волна и через них переваливает. И вот ты ищешь какую-нибудь дырку, ждешь момент, подгадываешь момент и вместе с волной через это все, короче, перелетаешь или там перелезаешь, или застреваешь, отпихиваешься, и вот это все. Это немножечко похоже уже на вайт-вотер, на речной каякинг, там уже нужно, как бы, уметь и в крена, и все остальное, уметь и с кемотский переворот делать очень неплохо, нужна каска всяка, вот. То, чего нету в бурноводном каякинге, нужно прям очень четко чувствовать тайминги, то есть ты стоишь и ждешь, и смотришь назад, и вот нужно почувствовать вот это дыхание океана. То есть ты реально начинаешь ощущать, что это живое существо, которое дышит, ты начинаешь под него подстраиваться, чувствуешь его ритм, и тогда у тебя все получается прикольно и красиво. А если нет, тебя, как бы, знаете, рифы заносят, волна отступает, ты сидишь там весь, сидишь ракушек на высоте 2 метра и ждешь следующую волну, такой, как дурак. В общем, при наличии некоторых навыков, это здорово помогает разнообразить медитативность гладкой гребли. Это тоже одна из стоянок, это вулкан Мутновский, вот, и все дружно собираются отходить куда-то. Вот, смотрите, на всех фотографиях хорошая погода. Знаете, почему все думают, что в Норвегии, например, или на Кольчатке все время хорошая погода, потому что на всех фотографиях солнечно. Знаете, почему? Потому что в другое время не достает. Никто не достает свою технику, потому что там плевает, как из Керхера. В общем, на всех фотографиях погода хорошая. Нам повезло, за 3 недели у нас было там, не знаю, 2 дня дождей, что ли. Сивучи. Это вот за мысом Кекурном, знаменитое такое лежбище. Вообще говорят, что основные лежбище, они находятся в других местах, а здесь тусуются такие всякие изгои. Но, не знаю, изгои, не изгои, у них там и самки есть, и альфа-самцы, и альфа-самец есть, и все, на рынке находишься, они орут, и орут громко. Вот, и... Галдеж. Да, это прям галдеж-галдеж, то есть их слышно прям очень издали. Вот, они, опять же, на берегу очень смешные, вот, потому что они прям максимально нелепые, но когда они заползают в воду, в общем, они перемещаются крайне быстро и грациозно там прям невероятно. Вот. Они достаточно любознательны, но вот там альфа-самец пытался нас прогонять, а самки, наоборот, такие запрыгнули в воду и поплыли в нашу сторону. Правильно прыгать на руку. Вот. Вообще я слышал такую историю, мне дайверы рассказывали, что морские львы активно вступают в контакт, но только самки. Вот. Можно посмотреть кучу фотографий, как там, например, они тычутся прямо вот в маску к дайверам. Ну вот там такое место есть, ну там прям совсем недалеко от этого лежащего, там типа 20 метров, она такая скала, и вот эти чуваки там сидят. Там подплывать близко не стоит, потому что ввиду своей нелепости на берегу эти животные тратят огромное количество собственных сил на то, чтобы забраться вот на эту штуку и там, значит, сидеть и греться. Если подплыть и спугнуть их, они оттуда все дружно свалят и потом будут еще туда забираться две недели. Вот. И следующие, кто приплывут, не увидят сивущие, будут расстроены, будут ругать, какие каякеры плохие люди. Вот. Ну вот, опять же, возможность побывать в удивительных местах, вот увидеть такие вот невероятно классные как бы осколки, губканического рельефа, это все выглядит. Ну, как бы фотографии они передают так, отчасти, когда вот ты находишься в этом живом существе под названием океан и смотришь на все вокруг, это прям невероятно круто. Вот. Что сказать про безопасность всего этого мероприятия? Как я уже говорил, каякинг это такая история, которая как бы easy to learn, hard to master. То есть начать-то просто, но появляется по мере того, как ты отдаляешься от родной бухты, да, и выходишь в регион, появляется куча вопросов. Море это стихия. И я вообще о морском каякинге ничего особо не знал до этого, никогда не пробовал, и поэтому, в общем, решил не испытывать судьбу, довериться профессионалам, вот, и присоединился к тому самому Ивану Кулачкову, который был в свою очередь у меня на курсах. Вот. И он был нашим главным, нашим видом, он единственный на Камчатке сертифицированный гид по морскому каякингу, прошедший там кучу всяких курсов за рубежом, в общем, он прям знает. Вот. Что касается безопасности. Если в речном каякинге вся безопасность строится на том, что ты должен много чего уметь, и должен уметь быстро реагировать, быстро и правильно реагировать в быстро меняющиеся ситуации, когда ты вот едешь по речке, и там возникают какие-то штуки, вот, то в морском каякинге все не так. Морской каякинг – это про планирование. И про такое планирование долгосрочное в рамках путешествия. То есть, каждый вечер мы звонили на базу по спутниковому телефону и выясняли две вещи. Ветер и волнение. Вот. Что касается ветра. В общем, ветер больше 6 метров в секунду в лицо делает всю твою греблю, каким бы большим и квасным ты ни был, абсолютно бесполезной. Вот. Волнение превращает, как бы, гладководный каякинг в бурноводный. При том, что, как бы, зачалиться на берег, и выйти, и переждать, может, далеко не везде, потому что там отвесные стенки. Вот. Мы узнавали ветер, мы узнавали волнение. Вот. Есть такое чудесное приложение, которое пользуется все на свете. оно, кстати, русское. Называется Виндия. Вот. Это прогноз погоды и прогноз ветра. Я знаю того чувака, который начал его разрабатывать. Вот. Он каякер. Вот. И я прям горжусь этим, потому что во всем мире гиды пользуются, те, которые имеют дело с ветром, пользуются Виндия. Вот. Это прям очень классная штука. Вот. Что еще? Планирование мазкового каякинга, это знать, где именно ты можешь причалить, потому что причалить можно далеко не везде. Во-первых, например, когда ты выходишь с бухты Авачинской, там у тебя переход второй, то есть первый ты выходишь с Петропавловска-Камчатского, ночуешь в бухте Тихо, это еще как бы в Авачинской бухте. А вот следующий переход у тебя достаточно длинный, он там 35 километров, по той простой причине, что там военные. Там нельзя причалить. То есть ты не можешь зайти в бухту. Вот. И ты вот хочешь не хочешь, ты должен эти 30 километров сделать, 30 там с лишним километров сделать. Ветер, не ветер, пофиг. И вот ты смотришь прогноз погоды, оцениваешь силы участников, и такой, ну, погнали. Вот. Дальше, собственно, такая же история. Заничевать можно далеко не везде. Когда ты ночуешь, ты привязан к пресной воде. Вот. Соответственно, тебе нужна бухта, в которую впадает речка. То есть просто на рандомном берегу зачиня заничевать, ну, может и не получиться. Либо нужно воду с собой править. Вот. Если, не дай бог, тебя там где-то размотало, и начались приключения, где-то рядом с какой-нибудь отвесной стенкой, то, в общем, ты вынужден решать все спасательные работы, не выходя на берег. Все это происходит прямо на воде. У нас был один из участников, который, в общем, первый раз сел в каяк, и он испытывал некоторые проблемы поначалу. Он там переворачивался, вылезал из лодки. Вот. С спасработанным в море они оказались относительно... Ну, они другие, не такие, как на речке, но, на мой взгляд, они оказались относительно несложные. То есть там, вот плываешь к перевернутой лодке, прямо на воде там, поднимаешь нос, отливаешь ее, переворачиваешь, потом при помощи специальной помпы вычерпываешь, дальше начинается такая небольшая акробатика. Ты держишь лодку отстрелившегося товарища, и товарищ по твоей лодке залезает, вкручиваясь ногами в очко каяка. Выглядит достаточно забавно, но, в общем, и нелепо, но при должных навыке, все это делается достаточно быстро, и, в общем, ничего в этом такого особенного нет. Вот. И все это легко и просто на того момента, пока им начнется шторм. Вот. Если начинается шторм, и ты его, как бы, пропустил, ты, там, не подумал, не посмотрел прогноз погоды, то это беда. Вот. Можно взять и наполнить все ездить, несмотря на наличие, там, спажжилетов, касок и всего остального. Ну, просто потому, что, потому что море – это стихия. Что касается снаряжения, что касается водок, в общем, морской каяк – это такая штуковина длиной 5 метров, шириной 60 сантиметров. Понятно, что на Камчатку ее не привезешь. Ну, то есть, ее, наверное, можно отправить транспортной компанией, которая привезет его в Владивосток, перегрузит в морской контейнер и оттуда отправит на Камчатку. Но это невероятный геморрой, кроме того, морской каяк лично мне не нужен, у меня его и нету, поэтому на месте нам на помощь приходит прокат. В общем, морской каякинг – это бизнес туристический, соответственно, есть прокат, куда люди в свое время там привезли два десятка этих каяков, и, в общем-то, в случае морского каякинга, неважно, где вы им занимаетесь, владеть своей лодкой и возить ее туда-сюда смысла нет никакого, потому что есть прокаты. Путешествуйте в Крым, возьмите в аренду лодку в Крыму, путешествуйте, не знаю, на Белом море, возьмите лодку в аренду там. Потому что Камчатке всяко. Ну, потому что нельзя ее туда и привезти. Вот, что мы привезли свое? Мы привезли все, кроме весел, то есть сухой костюм, юбка, каска, жилет, ну, понятно, там термобелье, всякая вот эта ерунда, гермомешки, это все мы привезли с собой. Лодку и весло мы взяли на месте в аренду. Вообще, какое снаряжение нужно? Да, в общем-то, все то же самое, что и для речного каякинга. Нужен жилет. Каска нужна... Вообще, для чего нужна каска в морском каякинге, да, вода... Вода-то гладкая, камней нет. Опять же, если вы решили заняться рок-гарденингом, то, что я показывал, без каски не обойтись. Во-вторых, причаливание. Самая ответственная часть морского каякинга это причаливание. Нам в этом плане очень сильно повезло, у нас были небольшие волнушечки, и мы там, в общем, без лишнего напряга, без лишних проблем, причалили, выходили из лодочек, помогали друг другу, и все хорошо. Но те ребята, которые были там до нас, мои знакомые, они попали в такую нормальную волну, и у них лодка прямо через нос такой сделал, кульбит при чалке, и, в общем, человек получил травму в умиг плеча. Вот. Вот для этого нужна каска. Вот. Естественно, защита от воды тире низкой температуры, dry suit, на мой взгляд, идеальное решение, особенно для такого холодного океана, как тихий. Вот. Я рассчитывал, на самом деле, на более холодную погоду, потому что сентябрь, русская рулетка, вот, поэтому я взял с собой там варежки на весло, подшлемник и все остальное, но все это не понадобилось. В общем, морской каякинг это мой первый опыт, мне очень понравилось, очень рекомендую всем. И за счет, во-первых, за счет простоты освоения, то есть любой человек, у которого нет проблем с балансом и который может там в течение нескольких часов махать веслом, осилит. Это отличный способ посмотреть Камчатку с необычной стороны. То есть обычно все, кто ездит на Камчатку, они все там ходят пешком или лезут на какие-нибудь вулканы. У всех есть фотографии там Смутновского-Сгоревого, у всех есть фотографии Алачинского вулкана, а вот фотографии с моря и фотографии с Сивучей не так уж много у кого можно посмотреть. В общем, морской каякинг настоятельно рекомендую попробовать на Камчатке, не на Камчатке, не важно, на Камчатке это было особенно круто. Вот, всего у нас мероприятие по морскому каякингу заняло 8 дней, плюс еще первый день мы покатали, мы посерфили на Халактырском пляже, приплыли, высушились и пошли пешком в трек. А, да, еще до того, как мы пошли пешком в трек, надо понимать, что, опять же, поскольку это была достаточно новая для меня вещь, поскольку я никогда не плавал в соленой воде, снаряжение нужно приснять. Вот, то есть, берется все снаряжение, кладется в пресную речку, заваливается камнями и, в общем, оно там находится в течение нескольких часов, пока вся соль не растворится, иначе все эти модные трайсьюты, жилеты и все остальное, в общем, соль все это уничтожит очень быстро. Окей. Поехали про трек. На самом деле, на Копчатке не так уж, чтобы много мест, куда люди ходят пешком. Первое, и самое такое банальное, это вот Мутновская группа вулканов. Она вот здесь. Горелый, Мутновский, Вилючинский. Вторая, так называемая домашняя вулкана, это вот здесь, вот долина Научева, название которой тоже сейчас все выучили, это Корякти, Авачинский, Жупановский, это с одной стороны, с другой стороны Жупановский, Дзензура, еще куча всяких разных вулканов. Третье место, куда все ходят, это Ключевская группа вулканов, Ключевская сопка, самая высокая точка Камчатки, туда ходят альпинисты, ну и вообще там кольцевой маршрут вокруг толпачеков, вот это вот все. Вот. Это такое, как бы, то место, куда ходят в основном все. Вот эти два места, естественно, попроще, потому что это все поближе. Если вы хотите на Ключевской группе вулканов, то вам нужно, во-первых, целый день ехать до Козыревска, потом нанимать какую-нибудь вахтовку, ехать на старт вашего трека. В долину Научево можно попасть, там, ну чуть ли не на такси. До Мутновской группы вулканов, в общем, там Афастоп приходит на помощь, общественный транспорт и все такое. То есть логистика вот этих двух мест, она такая очень простая, очень банальная. Вот. Если внезапно так получилось, что вы захотели странного и пойти по какому-нибудь нехоженному маршруту, вы столкнетесь с рядом очень существенных проблем. И первое из них, это то, что называется шаламайник. То, о чем я уже говорил. Это заросли, вот выше человеческого роста абсолютно непролазные. То есть у меня была такая гениальная идея, когда я планировал наш маршрут, что мы вот закончим наш каятинг в Бухте Русской, кайки отправятся там на кораблике, а мы, значит, вдвоем с Дашкой возьмем рюкзачки и отправимся пешком к Мутновскому вулкану. Вдоль речки, что там же, все просто, вот речка, идешь вдоль. Но когда я посмотрел, ну мне сразу сказали, что так делать не надо, я поверил, но когда я приехал туда и посмотрел своими глазами, как это выглядит, я понял, почему. Ну там просто непролазно. Ну это прям джунгли-джунгли такие, но еще и с медведями, которые будут рады вас съесть. То есть возможностей для исследования там полно, но надо понимать, что если вы идете в какое-то непопсовое место, какое-то необычное место, где люди не ходят или ходят очень редко, то в лучшем случае там будут какие-нибудь браконьерские тропы, в худшем случае там будут медвежьи тропы, а в большинстве случаев там не будет вообще никаких троп. И у вас появится такое настоящее приключение. Естественно, когда вы выйдете из зоны леса, там уже будет немножко по-другому, но там вместо шаломайника будет вулканический швак. Это такая как бы живая осыпь из таких штуковин размером, не знаю, с футбольный мяч с острыми краями, который все время двигается, валится под ногами. В общем, тоже так себе приключение. Вот, поэтому если вы на Камчатке первый раз, если вы не владеете 99-м данным по трекингу и прежним путешествиям, то вот попсовые места – это ваш выбор. Вот, я так решил и, в общем, я для себя так решил и не прогадал. Мы отправились в самое попсовое место, это Долина Научева. Чего я опасался перед стартом? От того, что будет много народов. Потому что место легко доступное, из России никто никуда не уехал, все уехали на Камчатку, я думаю, что там будут адские толпы. Если кто-нибудь был в Непале, вот, например, в треке вокруг Анапурна или в треке к базовому лагерю Вереста, вот вы знаете, когда там очередь такая, из 30-40 человек, ты все время идешь вот в очереди. Вот я боялся, что будет так. Не было. Я прям прихололся, людей было крайне мало. За всю поездку мы встретили одну большую группу и пару группок поменьше. В общем, никто никому не мешал, все было классно. Вот. Что такое Долина Научева? Это нацпарк. Что вообще, ну вообще, все вот эти популярные треки, они все так или иначе в нацпарках. Нацпарки повернуты к людям лицом, как ни странно. То есть есть такой сайт вулканокамчатки.ру, где есть вся необходимая информация, и ты отправляешь им там письмо, они тебе отвечают, можно им там даже ватсапики написать, можно позвонить. Ну у них, правда, есть режим работы, то есть выходные, наверное, не получится. Но тем не менее, они на это все ответят, все вам расскажут, расскажут, как заплатить денежку, нужно ли ее платить, как ее платить. В общем, там небольшой сбор, что-то там в районе 500 рублей с человека. В общем, ерунда. Что мы получаем за это? Научева, трекинг в Дорине Научева на сегодняшний момент это самый, как бы это сказать, самый цивилизованный трек в России, который я видел. То бишь, там есть абсолютно понятный вход, куда легко приехать, там есть относительно промаркированная тропа, за которой следят, там через все ручейки, множественные проложены мостики. Там можно, если вы устали жить в палатке, если вы промокли, если выпал снег, если не было приятная погода, можно жить в домиках, которые кое-где есть, либо за бесплатно, либо за совсем какие-то смешные деньги. Там есть всякие информационные щиты, но все это при этом не создает какого-то ощущения того, что ты по Диснейленду ходишь. То есть это все по-прежнему Камчатка, просто как Камчатка-лайнд. То есть была попытка приблизить максимально трек к тому, что мы видим в Европе, например, или в Патагонии. Я это дело глубоко поддерживаю, я считаю, что за этим будущее. Чисто, стоянки оборудованные, навесики. Поскольку, опять же, нам повезло с погодой, мы не смогли все этого оценить полной мере, но вот если там неделю фигачит дождь со снегом и с камнями, то, в общем, навесик или домик будет очень актуальны. Научиво, это очень логичный, путешествие в долине Научиво это очень логичный трек, потому что получается такое колечко. То есть ты начинаешь из деревни Пиночево, заходишь на Пиночевский перевал, спускаешься непосредственно в долину Научиво, тусуешься там в горячие источники, идешь в радиалку, вулкан Задзур, например, а потом выходишь через другое место, выходишь через Авачинский перевал мимо Авачинского и Козельского лукана, Корягского, пардон. И, ну, в общем, ты идешь по разным все время местам, разный совершенно ваншафт, то есть вот это с перевала Пиночевского снято, вот это вот типичный камчатский пейзаж, а вот это шаломаик. Вот. Выглядит это так, вот это тропа, мне кажется, что вот тропа существует исключительно потому, что ее поддерживают егеря, которые следят за нацпарком, вот, и они там ее каждую весну по новой пробивают. Вот. Если бы тропы этой не было, то пробираться через такие заросли было бы очень и очень сложно. Вот он как раз там чуть повыше Дашки. Вот. Проблема шаломаика в том, что в нем крайне ограниченная видимость, то есть ты вот идешь, как в тоннеле, вот, ограниченная видимость, значит, что ты вовремя медведь не сможешь увидеться. Вот. Это домик на центральном кордоне. Вот. Это, по-моему, домик непосредственно смотрительный, но там есть много разных апартаментов, в которых можно зажить. Вот. Там же рядом с центральным кордоном есть вертолетная площадка, и те, кто летят в долину гейзеров, это на север, они вот прилетают туда на вертолете, а на обратном пути, если хватает времени, вертолеты иногда их завозят еще и сюда. И там такой нормальный вертолетный трафик, в общем, как маршрутки они летают. Ну, только нужно сказать, что 45 тысяч стоит эта вертолетная экскурсия. Да, но судя по тому, насколько часто они летают, отбоя отживающих нет. В чем записываться заранее приходится. Вот. Долина на ощупь известна своими горячими источниками. Горячие источники весьма оборудованы, а сделаны весьма цивилизованно. То есть, есть раздевалочка, есть купельки, хочешь погорячее, хочешь похолоднее, хочешь побуднее, хочешь попрозрачнее. Супер, классно, здорово, вот так, как надо. Вот, потому что обычно в живой природе все думают, ого, горячие источники, это как классно. Обычно в живой природе горячие источники это какая-то вот там ничтожная какая-то фигуля, которая где-нибудь на берегу реки или прям в реке холодной бьет и как бы течет не пойми куда и лечь, и отдохнуть там обычно не получается. То есть, природные источники лечь и отвиснуть это редкость, поверьте мне. Я много видел, много чего видел. Вот там, где они такие, вот там можно полежать и отвиснуть. А там, где они природные, нет. Там вот как-то пытаешься какую-то часть себя туда опустить. Здесь всему обычно не получается. Постоянно видно вулканы. Вулканов много. Вулканы всякие прикольные, красивые. Вот жупановский у нас так. Ну вот, например. Вот этот товашинский, корякский, аа... Козельский, по-моему, это... Козельский, да? Нет, 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 аа... А газельский с этой стороны. С этой стороны, Козельский, да. Вот мы пришли вот оттуда, то есть Пиночевский перевал с той стороны, а вышли вот сюда, вот этот вот товашинский перевал. Вот, это опять же наиболее попсовый маршрут, который можно себе представить. Но для первого раза на Камчатке вот мне, в принципе, хватило. Вы так говорите сейчас, что он попсовый. Вы без гида были на нем? Да. А, то есть ты можно самим? Сейчас расскажу. Есть нюансы. Это на вулкане Дзензур-Фумарова. Вот, то есть мы такие... Дзензур, это такая радиалка, достаточно длинная, целый день ты идешь там с набором метров, там, не знаю, тысячу, вверх идешь, 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 и доходишь до такой огромной кипящей дырки, которая воняет серводородом, и как бы говорит о том, что... строительство вот этих вот гор, горообразование, оно происходит прямо вот у тебя под ногами. Достаточно впечатляющая штука. Застывшая лава. Вот это ручей желоб, то есть прям текла лава, образовала такую штуку. Лава, она достаточно легко разрушается, и вода проела в ней вот такой вот желоб натуральный. Вот, выглядит как произведение современного искусства. Вот, весьма красиво. Нам очень повезло, что мы отправились сюда осенью. На мой взгляд, вообще 50% успеха этого мероприятия всего, это была погода, остальные 50% это было то, что это осенью. Это невероятные цветы. Это просто фантастически. Я такого нигде не видел. Это прям было офигительно. Все золотое, все красное, небо голубое, прям очень здорово. На мой взгляд, если вам повезло с погодой, то осень это лучшее время на Камчатке. Вот. Ну, тут как бы просто без комментариев. Вот, там, конечно, уже нет никаких ягод и грибов, то есть там полно всяких черничников, но она просто уже вся давно опала. Вот. Вот это вид по дороге на Авачинский привал. Вот последний день у нас испортилась погода. Я хотел еще залезть на вулкан Авачинский, но как раз вот тогда включили керхер, включили поливание такое адское, мороз и стало не очень. Но вот мы ползем на перевал Авачинский, и погода так начинает уже портиться, становится прохладно, идет дождь, но пока вот это виды. Ландшафт очень разнообразный. То есть, как только ты поднимаешься из зоны леса, вид, он меняется прям радикально. То есть, там деревья, там все желтенькое, все красивенькое, а вот ты поднялся чуть повыше, становится так сурово. Ты видишь, что это все вулканический, супер вулканический как бы ландшафт, что все вокруг вулканическом шваке, который там может быть как такая, выглядит как гречка, это в лучшем случае, но просто по нему тогда не очень хорошо идти, потому что он такой под тобой такой проскальзывает, и ты теряешь кучу энергии на том, чтобы вот по нему идти. Либо это вот такого вот размера, короче, курумник, по которому ходить, ну, прям совсем не классно, потому что, ну, потому что он весь живой, и переломать там ноги прям нефиг делать. Вот, что я должен сказать про трек? Что вообще? Это все реально сделать самому, да. Но есть пара нюансов. То есть нюансы заключаются в следующем, что в научном тропах хоть и промаркировано, но промаркировано она так, что не везде ее можно найти. Вот, то есть порой это прям реально очень сложно. Вот, и на Авачинске мы лезли без каких, ну, мы просто потеряли как бы эту маркировку, или ее там не было, и, в общем, мы лезли уже дальше по треку. На том же сайте, который называется Вулканной Камчатки, можно скачать треки, но... В связи нет. Нет, дело не в связи, можно загрузить в свою GPS-ку. Я вот привык, там, не знаю, в Непале, в Индии, там, в Гималаях, не знаю, там, в Финляндии, еще где-то, я привык пользоваться Maps.me, да. Там, где люди ходят, там обычно нормально все нарисовано. Я посмотрел на Maps.me, о, так, тропы нарисованы, одна, вторая, третья, вот, стоянки проставлены, все хорошо. Но скачаю я, на всякий случай, еще и треки. Скачал треки с официального сайта. Ну, вот, я не знаю, из-за чего это происходит. Возможно, меняется ландшафт из-за того, что все-таки это Вулкан, да, он там, как бы, это еще и действующий, там, что-то осыпается все время, что-то еще. А, возможно, этот трек был просто нарисован на карте. То есть, это его не ногами кто-то прошел, а кто-то такой, а, ну, тут, наверное, можно нормально идти. Вот, в результате мы встряли пару раз в очень неприятные места, когда ты идешь, 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 и понимаешь, что ты вот уже достаточно долго движешься по вот этой горе Швакова, Вулканического, и, как бы, и вот она тропа, то есть, вот по треку, вот она, ты на ней стоишь, но люди здесь не ходили никогда. Вот, что с этим делать? Либо иметь приличный опыт перемещения по сложному рельефу, либо брать местного гида. Вот, местных гидов полно, они, как бы, то есть, это такая развитая достаточно... Туризм, это большая отрасль на Камчатке. Найти гида проблемы, я думаю, не составит. Я, правда, этим не занимался, но я думаю, что все это возможно. Вот, местные гиды знают тропы. Вот, потому что те треки, по которым мы ходили, которые скачаны с официального сайта, ну, в общем, это было... Никогда не было оптимальным путем. То есть, потом уже на обратном пути, например, когда мы ходили над зензурой, мы туда поднялись по тропе трека, которая у нас была нарисована, и все, ну, и было сложно. А обратно мы нашли, видимо, ту тропу, по которой ходят местные гиды. И было все гораздо проще. Вот, то есть, надо иметь в виду, что если вы идете туда самостоятельно, то, в общем, можно попасть на приключения. Потребуется, в общем, хорошая, отличная обувь, палки и, в общем, умение перемещаться по таким движущимся вулканическим фигням. Свой не записали трек? Нет. Ну, как бы, мы, поскольку шли по треку, который указан, вот можете его скачать и насладиться. Вот. Я не делал фотографии, собственно, вот. Мы там, как раз, когда лезли на Авачинский, мы забрались в такое место, я там прямо матерился. К сожалению, я не делал фотографии, потому что было прямо вообще не до того. То есть, ты там такой, аааа, зачем мы сюда пришли? Вот. Зачем нас сюда завел трек? Вот. Что касается снаряжения, которое вам всяко потребуется в треке. Надо все время иметь в виду возможность плохой погоды. Вот. Берите с собой больше термобелья. Я взял с собой прям три комплекта, использовал, по-моему, один, но нам повезло. Но вот, если бы была плохая погода, я использовал бы все. Мембранное все. Мембранные штаны, мембранная куртка, мембранные трусы, мембранные перчатки, мембранные носки. Это все пригодится. Потому что может палить так, что мало не покажется. Хорошие ботинки, потому что рельеф очень сложный. Гамаши. Это был, кстати, первый трек, где я пользовался гамашами. И там, после десятилетнего опыта гималайского, впервые, наконец-то, попробовал, что это такое. И там они действительно нужны. Теплый спальник. Палатка, которая будет максимально ветроустойчивая. То есть, большая часть ночевок в долине Научева проходит в зоне леса. Но вот у нас была одна ночевка вот такого вот пейзажа. Если там задует, мало не покажется. А задуть там может, потому что океан, вот он. То есть, вот эта вот, собственно, речка впадает в реку Научева, и вот там вот где-то уже океаны, как бы, ну, из океана может задуть так, что мало не покажется. Вот. Вот горелка, потому что, ну, просто потому, что костры можно разводить не везде, да, то есть, там на оборудованных стоянках проблем нет. Есть проблемы с дровами, правда. Вот. Но, опять же, когда все это мокрое, когда все это под дождем, в общем, три дня там мариновалось, горелка здорово вам облегчить жизнь. Газ покупается в Петропавловске-Камчатском вот там. Ну, и, соответственно, в общем, да, запас теплых вещей и водонепроницаемых вещей, что самое главное. Вот. Вообще, у Камчатки, как у туристического региона, есть особенности, есть проблемы. Вот. Как бы, помимо всего того, что это удивительный регион, что это невероятно красивое место, что это одно из тех немногих мест в России, где можно посмотреть вулканы, в общем, есть особенности и недостатки. Вот. Первая особенность – это погода. Это то, о чем я вот уже распинаюсь уже очень давно. Ну, это то, что если начнет поливать, то может неделю поливать так, что не будет вида ни вулканов, ничего вообще, кроме собственного носа. Будет идти снег, будет идти дождь, он будет идти со всех сторон. Помните, как в Форест Гампе. А потом пошел дождь. И шел в шесть месяцев. Мы видели дождь сверху, дождь снизу, дождь сбоку. И вот это вот все. Это про Камчатку. Вот. Те товарищи, которые, мои товарищи, которые были там, типа, за три недели до нас, они вот хлебнули всего этого. У них есть единственные хорошие фотографии Смутновского, когда там раздува на час. А все остальное это превозмогание и... Надо превозмогать и терпеть. Дубай. Получается, в августе они были. Они были в августе, да. То есть в этом году все... Август был нестандартный. Август был нестандартный. Да, то есть я начал лекцию с того, что обычно август стабильно, сентябрь нет. Сейчас как бы... Ну, так получилось. Это погода. Вот. На любой вопрос... На любой вопрос можно отвечать. Ну, это же океан, но это же погода. Ну, в общем, погода при этом решается... Ну, как бы проблемы с погодой решаются на хорошем снаряжении, но надо понимать, что есть такой шанс, что вы приедете и две недели будет плевать, и вы ни черта не увидите. Такое может быть. Вот. Когда мы спустили с Савачинского перевала, мы там сразу что-то не смогли уехать в Петропавловск-Камчатский и зажили там в домиках, потому что, ну, началась такая погода, что в палатке что-то жить прям совсем не хотелось. Вот. Ну, благо там были домики, в общем, там классно. Проблема номер два, вернее, особенность номер два. Вот эти ребята, медведи. Вот. Я не видел медведя. Мы четверых видели. В 50 метрах. Медведей полно. Я не видел. Вот единственное животное, которое я хотел увидеть, но не увидел, это медведя. Местные сказали, что ты дурак, что ли, не увидел? Хорошо. Хорошо, но я, как бы, при этом ты все время ощущаешь присутствие этих животных вокруг. То есть вот эти следы вокруг лагеря на песке свежие, они образуются постоянно. То есть ты с утра просыпаешься, они вот. Когда ты идешь пешком, ты постоянно видишь свежее медвежье говно. Вот. То есть, как бы, к концу трека вы станете экспертом в степени свежести. Вот. То есть вы прям начнете определять прям, о-о-о, этот медведь был здесь 43 минуты назад. Вот. В общем, медведи, их до хрена. Их прям реально до хрена. Они прям повсюду. Они умные, они быстрые, они хитрые, и они абсолютно бесшумные. Для меня было открытием, что медведь может перемещаться по вот этим всяким вот шеломайникам, сванникам, ольховым зарослям, абсолютно бесшумным. Вот. Был такой случай. В бухте русской там утоплена такая баржа ржавая, и из нее сделан пристань, по сути дела. Чтобы туда всякие катерки швартовались. Мы когда туда приплыли, там был катер с дайверами. И дайверы ночевали там, они поставили две палатки на этой вот как раз барже. Медведь ночью пришел к ним, нагадил между двух палаток и ушел по своим делам. Никто не проснулся. Они проснулись, типа там, это было утром, они проснулись там через час и увидели, как он уходит. Это был медведь подонок такой. Ага, я с вами колись. Чего я сейчас делаю? Они его даже не слышали. Вот. Есть такой, я был, ну я знал про медведей, я по этому поводу достаточно сильно парился. Есть такой дядька, называется, зовется Михаил Кречмар. В интернете вы можете найти всякие тексты, видео с ним. Он зоолог, изучает много лет медведей. И вот он как раз рассказывает о том, как не встретить медведя и как не быть съеденным медведем. И вообще, как жить в мире с этими животными. Очень интересно. Вот прям его лекцию я взял за слово собственного нашего выживания-то. Вот. Вообще, медведь, если он захочет напасть, то вам капец. Вот. Но дело в том, что в основном они как бы не хотят связываться с людьми за исключением трех случаев. Первое, это мама и детеныш. Детеныш. Второе, это если вы случайно нашли его добычу. Не знаю, там, заколбасил какого-нибудь зверька крупного. Вот. Зверек там потух, и он направляется его есть. А вы такие палкой его ковыряете. О, что, это дохлый олень. Медведь может не понять, как бы, заигрывание с его пищей и, как бы, быть раз... И случайная встреча. Вот то, о чем я говорил, всякие эти шаломайники и все остальное опасно именно тем, что там видимость два метра. И вот ты, как бы, можешь сделать шаг, и, как бы, и медведь тебе навстречу сделает шаг. Медведь, он же тоже, как бы, ему не охота через всякие заросли лезть, он с удовольствием пользуется человеческими тропами. Вот. В общем-то, по сути дела, получается, что, как бы, нужно избегать случайной встречи с медведем. Для этого нужно шуметь и надеяться на сознательность медведя. Вот. Медведи крайне редко нападают на группы людей, поэтому оставайтесь в группе, то есть не растягивайтесь. Ну, нас было двое, мы все время близко друг к другу. В общем, это достаточно просто. Вот ребята, которые мы встретили, коммерческая группа достаточно большая, они как в пионер-лагере шли друг за другом. Никто не отставал, никто не убегал вперед. Это была, наверное, самая дисциплинированная коммерческая группа, которая ведет в жизни своей. Вот. Они все шли друг за другом, вот там, с расстоянием полметра, чтобы, не дай бог, кто-то один не остался. Следующее. Надо шуметь. Вот. Как это нужно, как это, что с этим можно делать? Вот. Вот эти ребята использовали колонку, то есть просто они идут, у них вот колонка с музыкой. Выглядит достаточно сюрреалистично на Камчатке, но эффективно. Мы там орали, песни пели, обсуждали всякую фигню. В общем, нужно, чтобы медведь узнал о вас раньше, чем вы о нем. В общем, в этом вся хитрость. Вот. Свист, то есть там заходишь в какие-нибудь непровазные кусты, начинаешь свистеть. Вот. Медведи не любят какие-то такие нетипичные звуки, которые сложно встретить в лесу. Это человеческая речь, человеческий свист, всякие металлические дела, всякие там, ну вот в таком духе. Когда вы встаете на ночлег, нужно понимать, что как бы медведя может приманить запах вашей еды. А это значит, что у вас возникает вопрос менеджмента отходов. Вот. То есть, например, там почистить рыбу, оставить все это в лагере, это вот прям то, на что медведь придет. Или там не помыть посуду, оставить ее, это тоже. Или там вот банку от тушенки кинуть в костер. О, прикольно же, что она там утилизируется. Но вот на этот запах медведь придет. Говорят, что медведь чувствует запах там за какие-то там за километры, в общем. И, соответственно, если у вас есть еда, ну, а у вас есть еда, поскольку в треке, да, вот, ее нужно как-то хранить в стороне от палатки, потому что иначе медведя может привлечь запах из вашей палатки, он к вам мало. Мы все время там ее вешали где-то в стороне. Когда мы занимались каякингом, мы оставляли еду в лодках и лодки лежали еще в стороне. В общем, вот такая вот история. Вот. У нас в качестве средств защиты всегда был с собой свисток, всегда где-то на теле и фальшфеер. Вот. То есть, идешь там пописывать в кусты, берешь с собой фальшфеер. Ну и вообще он где-то вот все время под рукой, ну, чтобы там, а-а-а-а, если что. Вот. Белой же надо успеть зажечь, как? Ну, да. Ну, опять же, вот говорю, я, например, прекрасно себя чувствовал, когда вот мы выходили из зоны леса и там далеко видно, широко видно, прекрасно. А вот когда ты идешь по этому шаломальнику, по узкой тропе, ты такой... Он всю зону нереста спасает только то, что медведю хватает рыбы и ему не до нас. Да, то есть осенью еще медведь, к тому же, он наелся рыбы и ушел в горы. Знаешь, как говорит, скажи что-нибудь по-камчатски. Медведь ушел в горы глистоваться. Вот, то есть он, короче, наелся рыбы и уходит в горы, есть, значит, всякую там рябину и все остальное, чтобы выгнать из себя паразитов, которых он с рыбой намотал. Вот. Что можно легко определить по, как бы, следам жизнедеятельности. То есть к концу путешествия недлинного вы станете экспертом в вопросах пищеварения медведей. Вот. Следующая проблема Камчатки, это уже не особенность, это проблема. Это хреновая инфраструктура. Ну, это как бы фотография не хреновая инфраструктура, это фотография из Петропавловска-Камчатского, там видно вулкан, вулкан прямо из города. Так-то офигенно. Но, тем не менее, с инфраструктурой прям реально не очень. Ну, есть на то объективные причины, да, что дороги строить там тяжело и сложно. Но, как бы, на Камчатке так-то происходит туристический бум, то есть туризм растет очень быстро, и туристическая индустрия за этим не поспевает. В чем этот пример проявляется? Это проявляется в том, что найти жилье на Камчатке дешевое, это проблема. Ну, например, вам нужно перекантоваться между там каякингом и трейдингом, или вы там прилетели, и вам нужно джетлаг пережить как-то в себя. Вот. Гостиницу найти дешевле, чем за 100 баксов, это прям проблема. И гостиница такая будет за 100 баксов, такая совковая, адресовковая, с такой мебелью, покрашенной масляной красочкой, как мы любим. Вот. Есть хостелы, они потихонечку развиваются, но они, как бы, реально тоже дорогие. Вот. Мы снимали, мы пожили в хостеле немножко, но мы снимали квартиру у местных. Вот. То есть, Airbnb в помощь, можно найти хороший, удачный вариант, договориться с местными, и, в общем, будет здорово. Мы одних у тех же хозяев там три раза жили, было здорово. Какие цены для примера? Три тысячи квартир в сутки с камином. Сколько мы платили? Три тысячи. Да. А воткнуть палатку где-то там вообще без вариантов? Ну, в городе-то нет. Палатку, конечно, можно, но мне кажется, это дурацкое достаточно. Ну, понятно. Если, тем более, ты там, типа, 8 дней плавал по океану, и тебе очень хочется помыться и посушиться. Понятно. То есть, ну, как бы, бомж-туризм, он, как бы, везде возможен. Это прям вообще не проблема. Но если хочется какого-то комфорта, то комфорт стоит приличных денег. На мой взгляд, он мог бы стоить поменьше. Но, опять же, говорю, индустрия не успевает. То же самое с логистикой. То есть, сложная дорожная обстановка требует соответствующего транспорта. В Петропавловске-Камчатском вы вряд ли найдете что-то, что не джип. Вот. Там все ездят на джип. Вот. Соответственно, дорожная заброска стоит кучу денег. Вот. Есть способы. И есть способы. Это называется чудесный народ Камчатки. Камчаталы великолепные. Вот. Надо понимать, что хоть это и полуостров, на самом деле это остров. Потому что, как бы, ну, они живут на острове. Потому что туда вот, в сторону Чукотки, там нет дорог туда, нельзя выбраться. А жизнь на острове, она накладывает определенный отпечаток на людей. То есть, они реально рады новым лицам. Они реально рады тому, что к ним поехали люди, которые интересуются их вулканами, их жизнью, их океаном, их рыбой, их медведями, ими самими. Я нигде в России не видел такую вещь, как small talk. Ну, это знаете, когда вот там вы, не знаю, там в Европе, ну, в Европе меньше, в США приходите в супермаркет, и пока вот вам кассирша пробивает, вот, о, привет, а ты что-то выглядишь, как будто не отсюда, откуда? Я из России. О, классно, а мой муж нашел себе русскую девчонку и ушел от меня неделю назад. Ха-ха-ха-ха. Вот, это называется small talk, да, то есть, маленький, ни к чему не обязывающий разговор. Вот, я нигде в России этого не видел. То есть, у нас либо по делу, либо угрюмо, короче, помолчать, посмотреть друг на друга честно и разойтись по своим делам. На Камчатке ты вот, не знаю, там, идешь по рынку с рыбой, а тебе подходит место и говорит, слушай, я прям вижу, у тебя на лице написано, что ты москаль, короче. Вот, иди лучше в другое место, там дешевле. Вот. Или там, не знаю, там. Ну, в таких случаях прям везде и всюду. Вот. Соответственно, люди реально рады видеть туристов. И они рады им помочь. Им интересно. И мы интересны, и они интересны нам. Вот. Например, с Савачинского перевала мы уехали, ну, по сути дела, автостопом. Там была здоровенная семья, которая праздновала какое-то мероприятие, в общем, и отмечала. И на обратном пути, в общем, мы такие, ну, нужно, ну, да, конечно, залезай. Вот. И они нас там, в общем, отвезли прям до нашего жилья. Все рассказали, где купить икру, где купить рыбу, где там купить сколько нужно есть морских ежей, чтобы никогда не стареть. И вот это вот все. Вот. В общем, Камчедавы прям отличные. Там, разговориться с таксистом, выяснить там какую-нибудь интересную вещь, например, что он большую часть своей жизни отработал в море на каком-нибудь рыболовецком траулере, и про то, какая это работа непростая, и про то, как он там был в Исландии, и покупал, как они там покупали корабль, это прям вот отлично. Вот. Камчедавы молодцы. Желаю им оставаться такими же. Надеюсь, что туристы их не испортят. Вот. Следующее. Ну, тоже не проблема, а особенность. Ориентирование на местность. Это то, о чем я говорил, когда говорил про трек. То есть доверять местам тех людей, которым вы доверяете, да, ну, что достаточно сложно. Ну, хотя, в принципе, интернет же есть ничего сложного. Вот. Но это нужно на это время потратить. Либо быть готовым к тому, чтобы упрётить какое-нибудь огромное поле лавового шлака, и вот по нему нужно будет вот с таким вот уклоном куда-нибудь идти. Там вверх, вниз, вправо, влево. Будет неприкольно. Либо местный гид, который все это знает, и, в общем, его проведёт вас, покажет гораздо больше, чем вы, возможно, увидите сами. На телефон только спутниковый, да, имеет смысл? Нет, ну, смотря, как далеко уходишь. Ну, навычиво — это уже спутниковый телефон. То есть всё, что, мне кажется, за пределами вот этого Тавачинской бухты — это всё уже спутниковый телефон. Вот. Ну, либо спутниковый телефон достаточно дорогая штука, если вам не нужно прям там активно коммуницировать голосом, есть же спутниковые пейджеры, там всякие enriches, плоты. Вот с такими штуками, я считаю, будущее. Это прям отличная идея. Вот. Проблема номер пять — это военные. Вот. Но это тоже не то чтобы проблема, особенность. Там мирный атом живёт, подводного базирования, там всякие части ПВО, там полигон, куда приземляются, значит, к боеголовке баллистических ракет. Там полно регионов, где лучше не появляться, где, в общем, есть люди с автоматами, которые вас, в общем, не поймут. В Каякинке, вот я говорю, когда выплываешь из бухты, из Амачинской бухты, там вот 30 километров нельзя причалить, потому что вояки. Говорят, там есть время от времени, короче, в бухту заходит самая главная, самая страшная подводная лодка, и всё мореходство закрывают. Естественно, никому они заранее об этом не сообщают, потому что это же большой секрет, просто ты не можешь покинуть бухту, иди нахрен, всё. Вот. Вот это, кстати, обломки самолёта. Там же в Долине Научево есть такой интересный сайт-квест. Можно вот найти самолёт, который разбился там много лет назад. Он что-то... Это Як-38, древний, как, в общем, очень древний. И он, на удивление, хорошо сохранился, потому что, ну, алюминий, революционный. В общем, он там лежит. Выглядит очень сюрреалистично, когда вот всякие такие, короче, антропогенные штуки непонятные лежат посередине такой абсолютно, в общем, дичи-дичи. Вот. Опять же, ну, как мы все сейчас знаем, в общем, там есть всякие военные полигоны, где хранится всякая дрянь. В общем, туда вас тоже, конечно, не пустят. Вы сами, наверное, эти места не найдёте и специально искать не будете. Но, тем не менее, они есть. То есть, ну, Долина Научево — это так-то национальный парк, да? И, ну, мы там были. И вот только когда вот эта началась вся история с неизвестной ерундой в океане, выяснилось, что там в этой Долине Научево там... Хочете захоронения мышьяка, хотите захоронения каких-то ракет ПВОшных, в общем, ну, ну, вот так вот. Там есть, например... А ещё такая, скорее, не минус, а плюс, там есть брошенные военные городки. Как он называется? Печанёвка, да? В общем, там на юг от Петропавловска-Камчатского есть брошенный город. Это такая, ну, Припять, только без радиации. Вот, тоже военный городок, который в один, как раз, наверное, сказали, всё, мы его оставляем, все запаковались и свалили. Мы там не были, туда можно попасть, ну, либо на морском каике, плыть не переплыть, либо на корабле, ну, на каком-нибудь катере, но катер это дорого. Но, тем не менее, есть такая вот для любителей всяких заброшек и странных советских объектов, где жизнь как будто бы остановилась по мгновению пальцев, есть такая история. Вот. Ну, и как бы, когда ты находишься в Петропавловском-Камчатском, ты видишь, что, в общем, там флот в почёте, там морские пехотинцы ходят, подводники ходят, там всякие парады. И вообще так-то Петропавловск-Камчатский город в болевой славы, вот, в Крымскую войну, так где Крым, а где Камчатка, в общем, там успели повоевать с английской эскадрой. Интересное историческое место. Когда была Вторая мировая война, там тоже такая, ну, интересная история. Бухта, на которой мы плыли на кайках, называется Бухта Русская. Это не наше название. Её так назвали, на самом деле, американцы, называлась Russian Bay. Это словно Бухта Русская. Почему так называлось? Существовала опасность, что придут японцы, да, мы там воюем со странами оси, Япония – страны оси. Вот, поэтому вся территория вокруг Кавачинской бухты была нафиг заминирована. И, ну, был Ленд-Лиз. Соответственно, огромная часть Ленд-Лиза, как ни странно, поступила через Камчатку. То есть американские транспортные суда, они приплывали в Бухту Русскую, где их все ништяки перегружали уже на местные суда, и какие-то там прошаренные шкиперы и капитаны 99-го ранга, в общем, они, в общем, мимо всех этих вот минных полей знали дорожку и привозили все вот это вот. То есть подвиг этих людей заключается в том, что за миллион рейсов, что они совершили, никто не напоролся на мину, никто не умер, и все было прекрасно. Вот такая вот необычная история, казалось бы, в месте, которое максимально удалено от любых театров военных действий. А куда дальше эта техника шла по Ленд-Лизу? Ну... Ну, то есть привезли я в Петропавловск-Камчатске дальше. Ну, я думаю, что, скорее всего, оно потом как-то самолетами там довозилось. Я не помню, врач, не силен. Самолеты, когда привозили, они даже летели сами. Ну, просто как бы мурманские конвои, это все понятно, логично и близко с точки зрения логистики. А вот конвои, ну, с точки зрения морской логистики, да, конвои в Петропавловск-Камчатске это удобно. А вот дальше через всю страну вести на заблудшую... Я думаю, что просто использовали любую возможность, да, то есть как бы... Ну, может быть, просто на Дальнем Востоке же и использовали. Иран вот там привозили корабли, не знаю, там, в Индийский океан, а потом куда-то через Среднюю Азию в Россию доставляли. Да, то есть на самом деле, ну, Путливанд Лиза, да, вот все знают про Мурманск, про Архангельск, да, вот эти большие истории про конвои. Естественно, там поступило как бы очень много. Но мало кто знает про вот эти необычные тропки. Вот, это очень интересно. А если там все было заминировано, то вы заминировали сейчас? Вот, ну, что сказать еще? Икра и рыба. Вот, не надо думать, что как только вы прилетели на Камчатку, там, значит, вся эта икра, в общем, вас будут ее запихивать, потому что она там еще не стоит. Икра, на самом деле, если ее не покупать у браконьеров, она стоит немногим дешевле, чем в Москве. Почти так же. Почти так же, но она свежая. И есть выбор, и можно там посмотреть. Вот на икра, оказывается, бывает там миллионы разных видов. Вот, прикол в том, что она свежая. Вот, запомните, если вы поедете на Камчатку, икра — это жидкость. Ее нельзя брать вручную хватит. Вот, это очень важно. Ее нужно возить к багаже. Если, ну, мы побрезгали браконьерством, но вот как бы там есть такой... Браконьеры продают икру через Инстаграм. Это, знаете, киберпанк, который мы заслужили. То есть, вот, ты как бы заходишь в Инстаграм, и краб Петропавловск-Камчатский. Вот, пожалуйста. А вот что вы скажете про крабовое мясо? Крабовое мясо — это прикольно, только на вкус оно очень похоже на крабовые палочки. Настолько, что я был разочарован. То есть, как бы, ну... Вот, когда у меня дочь была в Владивостоке, она с трудом там нашла место, где можно вообще... Не, там открыто продается все на всех рынках. Да, повсюду, повсюду. Вот, где угодно. Вот, то есть, как бы, ты такой покупаешь камчатского краба, он... У него вот такое тело, и вот такие ноги. То есть, как бы, при другом стечении обстоятельств, не ты бы его съевал, он тебя. Вот, и ты начинаешь его такими щипчиками, значит, эти ножки ломать, и выковыривать... Ну, ножище. И выковыривать из них содержимое, которое по виду и вкусу очень похоже на крабовые палочки. Я, конечно, не гурман. Но... Вот, легкое чувство разочарования после всего этого у меня осталось. Я первый раз попробовал краба на Сахалине, это там много лет назад было, и я такой... Эээ... Ну, ладно. Ты думаешь, они крабовые палочки мне подсунут? Нет, ну, как бы, поскольку ты сам это добыл из краба только что, то у тебя не возникает сомнений. Но, как бы, даже оказываются такие всякие, как это сказать... Эрзации могут быть по вкусу очень похожи на оригинальные продукты. Вулканы. Вулканы повсюду. Вы их видите в Петропавловске-Камчатском, вы их видите пока плаваете на коньке, пока идете пешком, повсюду вулканы. Вот, существует такой прикол камчатский, называется «Все вулканы одинаковые». Вот, это все практически страта вулканы, то есть это вот как в школе учили, да, конус. Вот. Выглядит прикольно первое время, потом, да, вулкан, ну ладно. Вот, потом из него там начинает демить, что-нибудь, в принципе, интересно. Вот. Я вулканы видел много где, видел там северо-западные побережья США, видел Чили. Ну, ну, вулканы, да. Но, как бы, я избавлен просто. А можно пожить на извергающейся? Вулкане. Было? Ну, как бы, на действующей можно. Сейчас там, по-моему, ничего не извергается. Но вот Толбачик несколько лет назад извергался, и те, кто там были во время извержения, они описывают это как лучший опыт своей жизни, потому что можно было там подойти, и вот там лава текла от тебя в полуметре. Безумные фотографии в интернете загуглите, но такое бывает ревнивы люди. А, может, подводя итог, хочу сказать следующее. Я слышал мнение от некоторых избалованных друзей, что Камчатка это переоценено. Типа, дорого-далеко, логистика сложная. В общем, вот, например, Исландия. Вот, я прям не согласен. Я в Исландии, конечно, не был, но я был в Йеллоу-Стоуне, например. Или я там был в Коста-Лике, в Чили, в Агентине, там, на Пацифик-Норт-Уэсте. Ну, в Йеллоу-Стоун, да, здоровенный нацпарк, вокруг вулканы. Приезжаешь на машине, паркуешь машину, делаешь три шага, а там здоровенный 30-метровый гейзер бьет, вокруг бизоны пасутся, медведи ходят. Все то же самое. Но на Камчатке все это есть, но на Камчатке все это нужно заслужить. То есть, есть челлендж, есть необходимость двигать своей тушкой, есть необходимость уйти от толпы людей. Потому что, ну, в Йеллоу-Стоуне что, ты приезжаешь в кемпинг, там уже стоит, там, не знаю, 200 автомобилей таких же, как ты. Ставишь там свою палаточку, на следующий день ты там по такой кольцевой дорожке едешь, смотришь все достопримечательства, не кольцевой, а восьмерочки. Вот, круто, очень красиво, безумно, всем рекомендую. Но Камчатка это про другое. Камчатка это про то, что нужно заслужить вот эти все красивые виды, красивые вулканы. И когда ты, в общем, долго идешь пешком, долго гребешь, у тебя такое сознание, оно немножко размягчается, ты становишься гораздо более восприимчивым для всей этой красоты, и тебе это становится как-то, оно больше западает в душу. Вот. Камчатка, в общем, она, ну, про то, что нужно заслужить. Ну, и, в общем, да какая сейчас Исландия, да? Какая сейчас, в общем, какая Пацифика Норт-Уэст? В общем, границы закрыты, с нашим курсом рубля, мы еще не скоро все туда поедем. Вот. Поэтому Камчатку всем рекомендую. Это удивительный край, где, в общем, нужно побывать каждому, я считаю. Вулканы, океан, нетронутая природа, дичь, экзотика, медведи, киты, сивущая рыба, вот это вот все. Камчатка — это идеальное место для того, чтобы понять, насколько у нас, на самом деле, огромная страна, насколько она красивая и насколько она разнообразная. В общем, всем удачи, всем желаю попробовать, побывать, всем желаю побывать на Камчатке, поплавать на морском кайке, стать экспертом в степени свежести медвежьего говна, и вот это вот все. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Что вы несли на себе? В треке? Объемы. Ну, в общем, у нас были рюкзаки, у меня был рюкзак сплав-градиент 45, небольшой, спальник, коврик, палатка, горелка, аптечка, одежда, фальшфер, посуда, еда. А по ветру еду? Правильно. У нас все мероприятия, не мероприятие заняло 8 дней, мы ничего, никакую еду мы не везли из Москвы, потому что на месте там все есть, в том числе вот всякие эти модные кранидовские наборы. Вот, мы с собой привезли, в общем, у Дашки дома есть сушилка, мы насушили там овощей, мяса и вот этого вот всего. Ну, в принципе, без этого без проблем можно обойтись. Вот. Вес рюкзака был, ну, всяко меньше 20, мне кажется. И с едой совсем. Да-да-да. Ну, как бы, мы за минимализм, у нас там приличный опыт всего этого хождения, снаряжение там подобрано достаточно хорошо, все легенькое, все высокотехнологичное. В общем, проблем с переносом большого веса у меня нет. Ну, кроме того, у меня приличный опыт треков. Сколько стоит? Сейчас, подождите. Да, я про то же снаряжение, но в Сиаке не. Просто в Сиаке лазит далеко не все стандартное снаряжение. Я же речной каякер. Каяк для бурной воды, он типа раза в 4 меньше, и там нет вот этих хвастных люков. То есть я знаю, как упаковать снаряжение на 10 дней в речной каяк, поэтому в морской каяк это все вот просто кидалось вот так вот, короче, как попало, упаковывалось, никаких проблем не было. И обычный коврик туда влезает? У меня был не обычный коврик, у меня был надувной коврик, который занимает мало места, но в целом это вообще не проблема. Кроме того, обычный коврик можно сверху привязать. Он тогда начинает парусить? Ну, начинает, но... И за сколько часов 30 километров вы прошли? Ну, это был самый длинный день, там еще второй половины дня разразился ветер, мы вышли часов, наверное, в 10, тоже было затупо, и приехали на стоянку уже так вечерело практически в сумерках, то есть часов в 6, наверное. У нас был перерыв на обед на островке, но, в общем, это было достаточно тяжело, то есть некоторых участников пришлось на буксире уже тащить, потому что селенки покинули. А ветер встречный? Ветер был второй половины дня встречный. И как, вы упахались? Ну, все дело в подготовке, да, то есть у нас там... Ну, я там неплохо грибу, у нас там бывает такая женщина, Настя Глинина, она там конополистка, и занимается кроссфитом, здоровенная такая тетенька. Вот, ей это тоже больших проблем не составило, но те, кто... Она и везла всех. Но те, кто там в каяк сели там позавчера первый раз, для них это было непросто. И на кайке это 8 дней тоже, да? Да. Сколько стоил гид у вас вот на кайках? Ну, у меня было особое условие. Ну, а так, ладно. Вот в целом такой тур стоит порядка 60 тысяч рублей. Это с арендой всего? Это гид именно, да? Это все вместе, весь тур. То есть это аренда, снаряжение, размещение на месте, в гостинице, гид, гида. А если только гида брать? Без размещения, без всего? Ну, это надо, наверное, у него спросить. Иван Кулачков зовут, найдите его в ВКонтакте, вот он вам все расскажет. И вы говорили, у вас был информатор через Indicom как раз, который вам говорил... А информатор прилагался к гиду. А, информатор к гиду. Да, да, да. И к спутнику тоже к гиду. Да, да. То есть как бы там все включено, да? Вот, только греби. Понятно, понятно. То есть на роду человек 6. В одну сторону 8 дней? Ну, понятно, правда. В одну сторону 8 дней вы гребли? Да, ну там у нас была дневка, у нас была радиалка, а на обратном пути мы просто на катере все это проплыли часа за 6, всех укачало. Ну да, если брать катер в бухту русскую, туда-обратно 11 часов вместе с рыбалкой и совсем получается как раз. Какой вообще бюджет получился? Да, тоже хотел спросить. Ну, я так-то не считал, но давайте посчитаем. Билет туда-сюда 22 тысячи, расходы в Навычево ничто. сложные, то есть мы что туда доехали за бесплатно, что обратно доехали за бесплатно, то есть там прям по цене еды, грубо говоря. Там, ну, 500 рубликов это вход в нацпарк. Ну, основное, там, 3 или 4 ночи мы протусили в Петропавловске-Камчатском каждую ночь по 3 тысячи, нас было двое. Ну и морской каякинг. Ну, под сотню. Ну, плюс-минус, да. Ну, под сотню это вот, как бы, если, скажите, если не экономить, если бродида на трек, если, в общем, получается дороже. У меня комфортно, что третий. То есть, да, Камчатка, это не дешево. Ну, плюс-минус, минус, там, это и не так дорого, как об этом принимать. Ну, 45 надо вычислить, сумма, да? 45 это за вертолет или с человека? С человека. А сколько народный? 7 часов. Ну, у нас была однокомнатная. А так, сколько у вас там влезет, чтобы вам было комфортно, столько третий. Да, стоит того, потому что ты можешь посмотреть много раз на... А информатор как раз вот через... Если нужны координаты... Он именно на Виндиком смотрел, и все, да? А, то есть, неважно, где он находится... Ну, как бы нужно понимать, чтобы он понимал, как интерпретировать информацию. То есть, одно дело, когда у тебя информатор сидит в Москве и видит Виндик полного раз жизни, а другое дело, когда чувак из Петропавловска-Комчатского, который там, мариман, который знает, как интерпретировать, что, типа, если Западом подует, значит, будет все плохо, если Восток подует, значит, будет все хорошо. Вот, то есть, ну, естественно, какой... Ну, опять же, бирюзовое озеро кислотное, это фантастично. Ну, если заранее готовится, то можно все... Да, конечно, конечно. Вот, если заранее готовится, то, в общем, да, все делается самостоятельно. Можно, там, взять в аренду лодки, если вы умеете с ними обращаться, если вы, там, не знаю, по Ладоге, например, плаваете подольше, да, поймете, что такое большой водоем, что такое не везде можно причалить, что такое непогода, и, там, на Белом море, то все это мероприятие, за исключением аренды снаряжения, делается самостоятельно. Да-да-да-да. Ну, как бы это все время время-денье, да, то есть, я, например, ничего не знаю про морской каякинг. Но у вас большой опыт личного. Да, ну, это разные вещи. То есть, ну, грести-то, понятно, мне было сильно проще, и, как бы, никаких проблем с, там, сдержанием гринов, с колонами и всем остальным у меня не было. Но я, например, не знал, как, ну, как бы, не знал, как сделать, что делать с погодой, не знал, как, ну, до первого раза, пока не погоню, не знал, как ведутся с пасработой на море. Но, опять же, в этом нет никаких секретов, все это можно сделать, но это вопрос время-денье, да, то есть, способны вы, там, потратить год на подготовку, на осваивание нужных для каякинга в океане навыков? Да, пожалуйста. Вот, а если вам здесь сейчас, как мне, то, в общем, вы обращаетесь к гиду. Ну, или, да, гид-инструктор, он покажет, все расскажет. Да, 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 если у вас есть гид, то, как бы, ваша жизнь обращается в разы. Все светлые хары шли от берега. И чувствовались ли противотечения? Нет, противотечения не чувствовались. Вообще, весь фокус морского каякинга, это как раз то, что вы двигаетесь вдоль берега, потому что самое интересное, это смотреть на берег и на то, что там происходит. То есть, какие-то там лютые матерые морские каякинги, они там могут, там, от Камчатки до путь до Курильских островов, но это уже другая, ну, это уже история такая более высокоугубленная, гораздо более высокоугубленная, потому что нужно рассчитывать еще и течения, которые текут между островами, упреждающие всякие штуки, истории, вот это все. И, как бы, нужно понимать, что там, в нашем случае, тебя там расколбасит о берег, в самом неблагоприятном варианте, и тебя хотя бы найдут. А, как бы, когда ты занимаешься вот такими историями, тебя унесет в океан, и тебя никто больше никогда не найдет. Вот. Но, опять же, говорю, морской каякинг это изи-балерную карту-маста. То есть, чтобы начать, ничего особо не нужно. Чтобы добиться в этом мастерства, нужно попросить кучу времени. И океан — это уже некий определенный уровень, который нужно компенсировать либо достаточным количеством навыков и опыта, либо наличием гида. В принципе, то же самое можно сказать про что угодно, про трекинг, про работу, да про все, на самом деле. Про весь активный отдых. А гид регистрирует вас у пограничников? Насколько я помню, да, нас регистрировали, да. Ну, значит, да. Ну, в МЧС, наверное, не пограничники. Ну, в МЧС, наверное, не пограничники. В зависимости от региона. Там даже в Карелии идешь просто. Да, это все, по идее, погранзона, да. Даже в Крыму вроде бы. Ну, в Крыму очень жестко, кстати. Ну, кстати, вот такой вопрос. Если погранзона какие-то пропуска оформляли у погранцов именно? В общем, все это, поскольку регион развернут более-менее актуизм лицом, а не тем, чем обычно, это не составляло больших проблем. То есть, это все было как-то сделано вот так. Там, по-моему, на месте даже. Ну, заранее договориться, если. Там на сайте оформляются. Да, ну, в общем, благодаря Госуслугам, опять же, все это сильно упростилось. Если у вас там, не знаю, не украинцы, не украинцы. Даже иностранцев выбрали, ну, прекрасно вводят по этим всем регионам. И обычно это, как мне сказал, собственно, наш гифт, что это вносит в недалекцию. То есть, я привез иностранцев, мы собираемся туда. А дальше отправляешься, куда тебе хочется. Вот, это плюс, да. А в Крыму контролировали? Где вы ночуете? Почему вы не отзвонились? Там все жестко было. А Вальчинский перевал, это, получается, там, где вот эта гора Верублюд, которая... Да, 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 экструрсия. Вот зимой туда 10 тысяч стоит на снегоходе доехать. Но это на компанию, и тебя на сноуборде тащат за этим, и там еще можно покататься. А погреться в домике еще тысячи рублей. Просто зайти внутрь, посидеть. Там сейчас, кстати, на вот этом самом перевале ведется стахановским темпом строительство спортивного объекта. Короче, там горнолыжку строят. Но это все выглядит невероятно нелепо, и там чувак, у которого мы жили, на базе, говорит, что оттуда сбегают рабочие, все побросав ночью вот так вот. Вот, я думаю, это неспроста. От медведей, что ли? Нет, от людей. От рабаты, от людей. Ну вот погреться тысячу рублей, для меня это, конечно, было шоком. То есть просто вот зайти в теплый дом. То есть вообще, ну как бы вот. Ну мы, кстати, ни с каким вот подобным свинством не сталкивались. То есть как бы вот под Овачинским там такая база, эти такие маленькие домики металлические. Мы пришли, там как бы сидит такой ленивый чувак, который, ну как бы все, сезон кончился, делать нечем. Таким, можно пожить? Такой, вот, пожалуйста, приз, аккурат, вот, живите. Ну, как бы какой-то домик без отопления, но я вам сейчас выдам отопление, водичка здесь. То есть все было максимально дружелюбно и максимально в рамках того, что обозначено в прайсе везде. Мы были на Новый год, и это было, конечно, то есть достаточно жестко, потому что мы брали как раз-таки снегоход. У него в итоге порвался вот этот ремень-вариатор. Он отказался нас везти наверх, чтобы мы покатались на сноуборде, потому что, ну, ремень уже порвался. В общем, и то же, что там, мы, например, взяли очень неудачного водителя, и там как бы на снегоходе одно место, и они к снегоходу, чтобы увезти больше народа, цепляют такую, как бы, по сути, банан, вот, цепляют к нему. И ты садишься на него, у тебя минус 30, ветер, и, в общем, очень холодно. Ну, это последствия туристического бума и того, что индустрия не успевает за этим, поэтому появляется огромное количество левых людей, и, ну, вот, я, к счастью, с этим не сталкивался, но да, надо иметь в виду. Ну, это вот Новый год. Новый год, куда нервы, они везде будут, ценники. Совершенно везде. Вот. Короче, вот такая вот история. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вот, еще минутка рекламы. За лето в перерывах между Камчаткой и всем остальным написал книжку по безопасности на бурной воде. Вот, сейчас я краудфайдингом собираю деньги на ее издание. Вот, если внезапно вы сплавляетесь по горным рекам, и вам интересно появление учебника о том, как это делать безопасно и как выпутаться из всяких неприятностей, вот этот вот QR-код со ссылочкой на проект. Нет, так нет. Никого ни к чему не призываем. Спасибо, что пришли. В общем, движительности. Хорошо, что нас всех снова не закрыли на карантин. Рад был всех. Пока не закрыли. Да, спасибо. Продолжение следует...